Старший человек, это не шутка! У нас под окнами уже стоит один такой монстр! А это значит, что небо заражено! Срочно уводи всех человеков! Твой самолет не должен взлететь! Почитай новости! Наверняка об этом уже есть информация! Ничего я читать не собираюсь! И вообще, я выключаю телефон! Во время взлета нельзя им пользоваться! Как прилечу, наберу вас! Все, мы уже вон на взлет! Пока! Воздушная опасность Небо заражено! Самолеты превращаются в чудовищ! Чего? Как самолеты могут превратиться в чудовищ? Мы решили разыграть кексы, а они всех жителей! Слышите? Там, на улице! Кажется, в небе что-то реально происходит! Что? Это упал самолет? Парни, это не самолет упал! Это приземлилось в то, что когда-то было самолетом! Это был не пранк МЧС, это реально зараженное небо! Ты точно все шторы завесил? Да, а то вдруг нас этот самолет оголовый увидит и сожрет! Да что вы паникуете, лопухи-гномики! Мы его завалим, даже не сомневайтесь! Только надо узнать, что это вообще за чудище! Я такое в первый раз вижу! Кажется, я нашел, парни! Это не самолет оголовый! Это зараженное небо! Капец! И чем оно заражено? Тут написано, что человечество впервые столкнулось с этой аномалией в 1963 году! В Мексике была авиакатастрофа! И потом в лесу нашли огромное чудовище с кабиной самолета вместо головы! А все его остальное тело было из плоти пассажиров! Жуть какая! И чё, его завалили тогда в 1963-м? Не совсем! Дело в том, что это чудище могло летать и заражало другие самолеты! Капец! Почему мы ничего до сих пор об этом не знали? Ну, может потому, что это было давно и неправда? Ага, неправда! Ты в окно посмотри, брателло! Там стоит зараженное небо и страшно рычит! Куржик, это правда! Только потом этих чудовищ уничтожили! Правда, с большим трудом! Ученым удалось выяснить, что это был вирус! Он поднялся на верхние слои атмосферы и заражал самолеты! А там написано, как с ними справились! Просто, ну это же жуть-жуткое! Летишь ты такой себе на самолете, а он вирусом заражается! И ты вместе с самолетом становишься чудовищем! Да тут не написано, как их победили! Сказано, что вирус нейтрализовали и образец спрятали в секретной лаборатории! Надеюсь, что его спрятали не в моей секретной лаборатории! Ты про ту лабораторию в Ростове-на-Дону, где тебе сделали генную модификацию? Ну да! Там было много всяких пробирок, кстати! Нет, бандит! Речь о Великобритании! Вирус зараженного неба хранился там! Нормально булочка подгорела! Это что получается? На моей бывшей родине его выпустили на волю? Но зачем? И как? А чего еще ожидать от твоих англосаксов? Они же и не на такое способны! В интернете нет информации, кто выпустил этот вирус! И так же непонятно, как бороться с этими чудовищами! Хорошо, что я никогда самолетами не летал! А нам не нужны самолеты! Мы тоже с Папаси ни разу не летали! А зачем нам это? У нас же есть хосячая телепортация! Очень удобная штука! Мы ею владеем в совершенстве! Можем переместиться из любой точки вселенной на звук открывающегося холодильника! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А вот я в Россию прилетел с зайцем на самолете! Коржата, напишите в комментах, а вы летали хоть раз на самолете? Ну, думаю, что после истории про зараженное небо, никто на самолете летать не захочет! Хорошо, что все наши человеки тоже вроде никуда не летели в последнее время! Стоп! Как же не летели? Сегодня Папа улетает в Москву! У него самолет через 10 минут! Чего? Ты серьезно? Он нам ничего об этом не говорил! Он хотел сделать вам сюрприз! Привезти хорошие подарки к Новому году! Зачем? Зачем за этим лететь в Москву? Сейчас все можно купить с доставкой! Тимофей, срочно звони ему! Пусть выходит из самолета! Алло, пап! Срочно выходи из самолета! Забирай всех пассажиров и экипаж! Тимофей, привет! Что за паника? Зачем мне выводить всех из самолета? Небо заражено! Все самолеты превращаются в монстров! Срочно уходите! Тимофей, ты че там? Переучился? Какие монстры? Ты о чем? И вообще, потише говори, ты вон! Людей можешь напугать! Старший человек, это не шутка! У нас под окнами уже стоит один такой монстр! А это значит, что небо заражено! Срочно уводи всех человеков! Твой самолет не должен взлететь! Почитай новости! Наверняка об этом уже есть информация! Ничего я читать не собираюсь! И вообще, я выключаю телефон! Во время взлета нельзя им пользоваться! Как прилечу, наберу вас! Все, мы уже вон на взлет! Пока! Блин! Он выключил телефон! Что делать? Без паники! Нам надо понять, кто выпустил этот вирус в небо! Если мы его найдем, значит, можем спасти старшего человека! Каким образом, брателло? Не тупи! У того, кто его выпустил, наверняка есть противоядие! Что? Тут входящий! От Марсика! От Марсика? Парни, я не думаю, что это совпадение! Младший человек, бери трубку! Ну, здорово, младший человек! Ты уже видел мой подарочек вам к Новому году? Большой, такой страшный! И вместо башки кабина самолета! Что? Это твоих рук дело? Конечно, моих! Мои британские коты украли для меня вирус зараженного неба, и я его выпустил, потому что знал, что именно сегодня ваш старший человек полетит в Москву! Чего? Это подлое коварство! Согласен! Нам главное ничего не сказал про Москву, а Марсику сказал! Лопухи, гномик, ты совсем ку-ку! При чем тут это? Зачем ты это сделал? Быстро выпускай противоядие! Не вижу ни одной причины, чтобы это сделать! Да, у меня есть противоядие, но я очень хочу отомстить этим вонючим псам за все обиды и издевательства! Скоро ваш старший человек станет частью зараженного неба! Скоро все самолеты в мире превратятся в чудовищ вместе со своими пассажирами! И наступит эра повелителя ада! Чао-какао, лопухи! Ты посмотри, какая гадина гадская! Он хочет уничтожить всю авиацию в мире! Не бывать этому! Я как представитель авиации не допущу этого! Какой из тебя представитель авиации, Кекс? Ну что ты несешь? Я черный лис! Я ужас! Летящий на крыльях ночи! Летящий, а не ползущий! Младший человек, где изумруд? Ну вот он всегда со мной! Срочно телепортируй его старшему человеку! Так он сможет защитить и самолет, и пассажиров, и экипаж! Чпильку кульму путра! Что такое? Почему не работает? Да блин! Ваша человеческая магия отстой, а не магия! Коргис-моргис изумруд старшему человеку перемещенбис! Парни, он не перемещается! Да потому что надо нормальную хасячью магию использовать, а не коржачью! Хасямба-масямба изумруд старшему человеку перемещамба! Парни, кажется случилось страшное! Мы не успели! Я же сказал, без паники! Все еще можно исправить! Коргис-моргис изумруд, коту-марсику перемещамбис! Что ты наделал, коржик? Ты отправил изумруд нашему главному врагу, который заразил моего папу и весь его самолет! Не надо на меня смотреть с выпученными глазами! Скоро вы все поймете! Все совсем не так, как вы думаете! Постучался в дверь я к хаске, обещал им много ласки и обманом королевским! Пранканул их не по-детски, стал поверить глупым хаске, что поверил я в их сказки! Восхищался их секретом за владение интернетом! Королевский корги-коржик, вместе с нами пойти тоже! Целый день ару с балкона на канале Полимона! Королевский корги-коржик, вместе с нами пойти тоже! Целый день ару с балкона на канале Полимона! Вызвал я из Винтерфелла кекса своего брателлу! Власть забрали у хасей, правим мы вселенной всей! Королевское коварство обеспечило мне царство! И для главного рывка у меня есть пиццотка! Королевский корги-коржик, вместе с нами пойти тоже! Целый день ару с балкона на канале Полимона! Королевский корги-коржик, вместе с нами пойти тоже! Целый день ару с балкона на канале Полимона! Очень коварен и изыскан, все хотят его потискать! Это король волосатая сосиска! Лай, колокольчик и подписка! Королевский корги-коржик, вместе с нами пойти тоже! Целый день ару с балкона на канале Полимона! Королевский корги-коржик, вместе с нами пойти тоже! Целый день ару с балкона на канале Полимона! Субтитры сделал DimaTorzok